Здравствуйте! В эфире Евпатория 24 в студии Анастасия Егорцева. Прямо сейчас о главных событиях Западного Крыма. Контроль и безопасность в Крыму проверяют работу общественного транспорта. В Крыму по поручению главы республики проверяют работу общественного транспорта. Инспекторы профильного министерства вышли в рейды во всех городах. Выявлено почти 70 нарушений о результатах работы в городе Сайке, расскажет Диана Даева. Пенсионерка Анфиса Малькова часто пользуется общественным транспортом. Есть право на льготный проезд. Удостоверение предъявлять не стесняется. Сейчас культура вроде стала лучше у водителей. Когда вот сейчас поставили это в виде камеры, стало лучше. А то, когда это, конечно, они негодовали на пенсионеров. Все время высказывали, вот ездите, да, это. А так сейчас нормально, мне кажется. С недопониманием со стороны пассажиров нередко сталкивался за 20 лет работы и белял Мехмед. В конфликтных ситуациях руководствуется главным правилом. Сохранять спокойствие и до последнего соблюдать культуру общения. Понимает, что обслуживание влияет на качество перевозок. Пока справляемся. Вот как будет летом, когда будет большой поток народу. Пока вроде нормально. Но мы сначала вот с первого числа, с января работаем. Потихонечку приучили, вежливо, конечно, народ, чтобы входили в переднюю дверь, выходили в заднюю. И это получается. В САКах это первая такая инспекция представителей Минтранса Крыма в этом году. Проверяют документы, водители, технику. Обращают внимание и на валидаторы, внедрение которых сегодня ведется по всему полуострову. Уже во всем городском транспорте установлена система бесконтактной оплаты проезда. Но работать она начнет только с 1 июня. Ее главными преимуществами станет правильная фиксация пассажиропотока, а также наличие электронного билета, который потерять практически невозможно. При посадке в автобус обязательно берите билеты на проезд. Это ваша гарантия, это ваша страховка. В рейды по Крыму выходят сразу 25 рабочих групп. Все нарушения фиксируют в специальных таблицах для детального анализа и принятия в дальнейшем правильных решений. Мониторинги работы общественного транспорта связаны с проверкой, соблюдением автомобильными перевозчиками расписаний движения, схем движения. Также соответствует количеству транспортного средства на рейде, предусмотренного разрешительными документами. Кроме того, особое внимание уделяется работе общественного транспорта в вечернее время. Усиленный контроль ведется только две недели, но уже принес результат. Проверено 200 автобусов. В 68 случаях зафиксированы нарушения. Диана Даева, Евгений Ефимов, Новости 24, Саки. Справедливые отношения. Благодаря вмешательству прокуратуры Евпаторики спустя год предоставили положенные льготы. А еще одной жительнице города на 3000 рублей подняли пенсию. На рассмотрении в органах еще два десятка заявлений. Антонина Бугреева продолжит тему. Экономика в цифрах и на деле. Семейный бюджет Ольга Волкова ведет сама. На какие меры социальной поддержки может рассчитывать многодетная мама хорошо знает. Но получить льготу на оплату квартплаты, а именно половину стоимости от общей начисленной суммы, оказалось непросто. Чтобы отстоять свои права, Евпаторики понадобилось два года. 50% это все-таки есть стоимость. Если я за квартиру плачу 450, то это полцены. В год это уже хорошая сумма. Когда вера в собственные силы пропала, Ольга обратилась в правоохранительные органы, затем в суд. Дело рассмотрели. Теперь обслуживающая компания обязана сделать перерасчет за прошлый год. Почему многодетная семья долгое время начисляла сплата в полном размере? Ответ на этот вопрос мы сегодня так и не услышали. Обслуживающая организация, офис закрыт. А сам председатель отказался давать комментарии. Свои гражданские права защищает и Татьяна Дергач. Недополоченное пенсионное начисление причины бессонных ночей. Код назад она переехала из Житомирской области в Евпаторию на постоянное место жительства. Пришлось не один месяц побегать по кабинетам чиновников. Не было указано наименование денежных единиц. Вот при Украине там условные купоны, гривня, вот такие денежные единицы. Поэтому работникам пенсионного фонда они не взяли этот период и у меня получилась небольшая пенсия. Защита и прав и в этом случае занялась прокуратура. Исковое заявление удовлетворили. Пенсию повысили еще на 3000 рублей. И такой путь возвращения своих кровнозаработанных в городе не редкость. Только за 2019-й в профильную инстанцию поступило 56 обращений. Все документы рассмотрены в суде и удовлетворены в пользу заявителей. По нашим искам защищены жилищные права детей-сирот, а также несовершеннолетних. Удовлетворено ряд наших исковых заявлений к пенсионному фонду по вопросу пересчета пенсии, установления юридических фактов. Сегодня на рассмотрении находится еще больше двух десятков заявлений. По всем будет принято решение в установленный законом срок. Антонина Бугреева, Евгений Нинадо, новости 24, Евпатория. Русский как язык государства образующего народа. Еще одна поправка в конституцию, предложенная президентом. В тексте также отмечается, основной закон страны должен гарантировать сохранение этнокультурного и языкового разнообразия. Я как гражданин Российской Федерации поддерживаю поправку внесения в конституцию по поводу русского языка как языка государства образующего. У нас в России более 140 миллионов человек считает русский язык родным языком. Поэтому абсолютно правильно сделать его государство образующим. Но это ни в коем случае не отражается на языках других народов, проживающих на территории Российской Федерации. Они тоже закреплены поправками в конституции на изучение своего языка, на сохранение. Так как у нас очень много этнических групп, мультинациональная страна, это ни в коем случае не должно ущемлять языки национальных меньшинств. И они также должны изучаться, сохраняться и использоваться в повседневной жизни. Это были новости и в Патуре, и на телеканале Крым24. Спасибо, что смотрите нас и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова